Я уже как-то говорил, что у каждого человека есть свой гипсиманский сад. Здесь в Кропоткине это вот это место. В Йейске парк подобного. Своя Ордань. Здесь я сижу на берегу Кубани и думаю. А в Йейске на берегу Лимана или Тагонорожского залива. У каждого человека есть свой кедронский источник. Это его душа. И надо сесть возле своей души на лавочку и наблюдать за ней. Как он бьет, как клубятся эти водные потоки, клубятся и не спадают. Куда они не спадают? Другой вопрос, зачем? Сейчас ветерок подул, на голову погодуют орехи. С острыми конусами. Втыкаясь в черепную коробку. Гипсиманский сад это то место, где ты можешь упасть головой на камень и выплакаться кровавыми слезами. Бьют по голове, больно, зараза. Вот такие вот орехи. Посмотрите, какие у них острые конусы. Иголочные конусы. Каждый человек должен в своей жизни получить по голове вот таким орехом. Чтобы каждый раз переходить в новый, в новый, в новый этап. Брожение или брождение. Путешествие по собственному гипсиманскому саду. А вообще он там. Со всеми его деревьями, корнями, кронами. Воздушными массами перемещающимися. Я имею ввиду ветер. Солнечными лучами и тучными образованиями. Октябрь, осень. Гипсиман умирает, как Христос. Чтобы воскреснуть опять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.